приветствую вас мои дорогие на своем канале очень люблю путешествовать и хотя с годами это стало немного проблематично но изменять себе не собираюсь и мы сегодня с вами побываем в переделки на месте отдыха писателей в доме музея Евтушенко устраивайтесь поудобнее путешествие начинается и вот мы с вами уже в переделке на гель и закон автобуса открывается отличный вид на все дачи вы видите какие огромные здесь сосны и ели ну а теперь вкратце о самом поселке считается что в 1933 году Максим Горький предложил Сталину организовать место отдыха для писателей где они могли бы проводить время на природе на собственных дачах поселок решили возвести около реки Сетудь в переделкино землю разбили на 50 участков на которых строили дачи для самых достойных литературных деятелей того времени и к осени 1935 года в переделкино стали въезжая первообитатели все дачи принадлежали литфонду и закрепляли за писателями пожизненно основная часть поселка сосредоточилась на шести улицах в городке построили дом творчества и вскоре из дачного места поселок превратился в негласную столицу культурной жизни советского союза в разные годы здесь жили борис пастернак корней чайковский была так вот жава иракли андроников константин паустовский был ахмадулина евгений евтушенко василий скандер анатолий рыбаков и многие многие другие кстати корней иван и чайковский поселился переделкино в 1938 году а после войны жил постоянно многие годы чайковский устраивал спасет в поселке детские праздники у костра которые собирали не только детвору но и взрослых и воспоминания моего детства что мы сюда приезжали на автобусах нас привозил наш детский сад и собирали шишки для огромного самовара и пили чай с бубликами но вот это вот мои детское воспоминание и сегодня в переделки на работой детская библиотека построена на средство писателя который передал ей в дар сотни томов и своего собрания и сейчас на его даче по адресу улица с ирафимовичи действуют музеи писатели и как прежде устраиваются детские праздники у костра ну вот мы и приехали свой участок евгений евтушенко разделил на две части в первой оставил дом в котором он проживает вы его сейчас видите но во второй части он построил специально дом музей для посетителей здание экспонаты участок земли под здание музея галереи подарены поэтам государства а он рядом недалеко этот музей относится к тем редким музеем где чувствуешь себя как дома словно пришел в гости к старому другу и тебе здесь очень рады я увидела такого евтушенко о котором никогда не знала коллекционера и фотохудожника знатока человеческих душ и страстного любителя искусства знакомство с музеем начинается не со стандартной биографии а с выставки фотографий евгений евтушенко мое человечество он побывал почти вся в ста странах и практически из каждой привозил новые кадры большая часть снимков лица молодые и пожилые русские и американские смеющиеся задумчивые все вместе составляющие портрет нашей планеты во втором и третьих залах коллекции картин которые мог бы позавидовать любой европейский музей работы пабло пикассо марка шангала ника перасмани фернана лежи хуана миро и макс эрнста можно разглядеть во всех деталях есть коллекции картины современников евтушенко олега целкова михаила шемякина юрий васильева александра бибина и сергея моисенко яркие интересные самобытные такие пожалуй не в каждом художественном музее увидишь у каждого полотна своя история как она попала в коллекцию и чем приглянулась евгению александровичу а 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 Да, написано в масле на обратной стороне стекла. Генеральчик Харбатский видит комитетизм. Ну кроме картин есть еще неопытные вещи. И вот мы в центрах отдаем. Что касается картин, вот здесь вот позади, в этом зале, находится картинка, зумный взрослый, что пропуск не делает, как взрослый. Он в 1944 году переезжает в Москву, чтобы не делать пропуск как взрослый, он, во-первых, на бабушке переделывает дату рождения, и меняет фамилию. На втором этаже воссоздана творческая мастерская, кабинет и библиотека поэта. Здесь собраны старые фотографии, книги, заметки, литературные награды. Но есть и особые экспонаты. Например, личная трость Марка Твена, подаренная Евтушенко в 1985 году американской семьей Уткинсов в знак благодарности за поэму «Баби Яр», послужившую текстовой основой 13-й симфонии Дмитрия Шостаковича. Одна из самых важных книг «Сестра моя жизнь» Бориса Пастернака находится здесь же, с напутствием автора, молодому поэту. Говорит о его корнях, у него корни, как вы понимаете, из Прибалтики, из Польши, русские, украинцы, в общем, намечены много корней. Там залы, то есть, например, первый зал, фотография его, то есть, далее залы его коллекции живописей. А здесь, на втором этаже, он замыслил следующим образом. Значит, вот этот зал, в котором мы огромно находимся, он как бы такой, как бы актовый зал, да? Здесь нередко проходят у нас различные мероприятия. И поэт сам задумывал его именно таким. И называется этот зал «Библиотека». Здесь находится несколько шкафов. Вот вы видите, вот там шкаф, вот мы не можем подойти. Это полное собрание сочинений. «Библиотека» Субтитры подогнал «Симон»